Международный день КВН отмечается ежегодно 8 ноября. Сегодня в преддверии праздника мы попробуем заглянуть за кулисы Белгородского клуба веселых и находчивых. У нас в гостях те, кто непосредственно участвует в подготовке, оценке и выступлениях. Это редактор, многократный чемпион областной лиги КВН «Белый был смех» Павел Павленко. Павел, здравствуйте. Руководитель лиги Богдан Багута. Здравствуйте. Богдан, добрый день, добрый вечер. И ребята, участники команды КВН «Ракета Белгу» Александр и Евгений. И представители команды КВН «Такси» Белгородского университета кооперации экономики и права и Ракетянского района Валерий и Сергей. Ребята, добрый вечер. Итак, Богдан, чем живет областной КВН? Сколько команд в этом сезоне участвуют в областной лиге? Какие прогнозы? Ну, на самом деле, все просто. У нас уже шестой сезон областной лиги КВН «Белый был смех» и в этом году у нас было 15 команд. То есть до этого 5 лет у нас, получается, было соревнование только в основном межвузовское. Межвузовское, то есть лучшие сборные вузов участвовали в областной лиге. Но в этом году мы придумали такое, ну, не сказать, что придумали, а, наверное, пригласили команды с других регионов, чтобы это было намного интереснее, прежде всего, нашим местным командам, потому что они уже привыкли друг к другу, и когда приезжают команды со стороны, это уже намного интереснее играть. Конечно, причем легкая встряска. Ну, а проходят игры только в ЦМИ или где-то еще есть площадки по региону? Ну, областная лига у нас проходит именно конкретно в ЦМИ, но есть еще у нас такая лига, как Белгородская юниор-лига КВН, которая проходит именно не только в ЦМИ, но еще в области, например, вот у нас игры будут в Борисовке и в Старом Москве, например. А также у нас есть вузовские студенческие лиги, где-то полноценные лиги, где-то кубки проходят, поэтому... То есть, Бор уже по вузам, да? Да, в каждом вузе есть своя лига, в котором проходит свой КВН. А областной КВН сейчас набирает полные залы всегда или вот есть... По-разному, по-разному. Есть такой, например, проект, как Битва вузов, которая, в принципе, всегда собирала полные залы, поэтому, в принципе, игра, которая, наверное, является одной из самых популярных, да. Также, плюс еще, естественно, это фестиваль, когда начало сезона, и финал тоже, он, в принципе, всегда собирает полные залы. Павел, ну а вкратце, как проходит редактура выступлений, расскажите. Все легко и просто. Небольшое мучение над командами. Нет, на самом деле мы собираемся, вообще начинаем редактировать где-то за неделю, за две команды, чтобы была более плотная подготовка. Заданные темы уже, у команды известно, что у них будут определенные конкурсы, они к нам приходят на редактуру, мы, соответственно, смотрим, во-первых, чтобы это было смешно, отбирая материал, и чтобы это было в рамках цензуры, чтобы можно было показать людям, потому что бывает, юмор, он разный, многогранный, и бывает, что людям есть такой юмор, нравится всего на пять человек, а нам нужно, чтобы рассмешить весь зал. Поэтому идет отбор такой шуток, чтобы это всем нравилось, и ребята не погружались прямо в свой собственный мир, в котором они будут шутить. Поэтому заранее просто, изо дня в день что-то добавляется, ребятам говорят, что это не так подходит, давайте по-другому сделаем. Но самого время выступления уже, наверное, не так интересно, потому что шутку вы уже знаете. А нет, нет, интересно, потому что команды, когда идет сама игра, это же игра в первую очередь, когда сама игра, там есть моменты, когда переживают команды. Сам ход игры, вдруг команда морально не подготовилась, у них вроде хороший материал, тут они как-то не очень поставили оценки, они растерялись после переведствия. И уже интересно смотреть, как они будут себя вести в другом конкурсе, соберутся ли они дальше, как они подадут материал. Потому что важен не только процесс, что, ну вот, готов материал, и, соответственно, будет смешно. Нет, команда должна еще выступить с этим материалом, который уже готов, в принципе, отрепетирован. То есть еще нужно качественно подать. Еще качественно подать и без нервов. Кстати, а шуток много остается за бортом? Вы как редактор жестко вычеркиваете. Довольно много, да. Расскажите, а кто их вообще пишет? Шутки местной лиги, ну и белгородской команде в вышке. На данный момент в белгородской команде в вышке нету. На ранних этапах все команды пишут сами. Все абсолютно пишут сами. Но бывает, когда вы выходите до высшей лиги, бывает, что конкуренция настолько огромная в телевизиону КВН. Ну прям очень максимально огромная. Ну, пользуешься помощью определенных людей. Профессиональных редакторов. Да. Ну, не редакторов, а... Выше КВН-чиков. Да, ну, все сказали, что есть как профессиональных сценаристов. Кто пишет, но это в крайне... Те команды, которые в вышке, в высшей лиге, они сами добились того, чтобы там участвовать. И они на определенном этапе писали все сами. Они все сами пишут. Просто в какое-то место настает такой момент, что тяжеловато. Просто плотный график там, очень сильно плотный график. Ты можешь прийти на редактуру, и тебе могут вырезать полностью конкурс. И говорят о том, что через сутки у вас должен быть новый готовый конкурс с музыкой, на ногах полностью, без разницы, как. Ну, вы должны, потому что завтра, допустим, показ Александру Васильевичу. Все. И поэтому, естественно, когда команда работает так неделю, практически не спит, естественно, тут нужна уже помощь. Просто какая-то помощь нужна. Не то, чтобы прям все, команда на готовеньком вышла, такая, эх, мы молодцы. Нет, такого нету. Команды сами пишут, просто им нужно немножко помощь. Там очень плотно. И формат телевизионный, это немножко другое, нежели чем занимаемся мы в области. Понятно. Естественно. Вот сейчас мы посмотрим, что ребята написали сегодня к нашему эфиру. У нас, я думаю, уже несколько застоялись наши игроки. Я напомню, что это участники команды «Ракета» Белгородского университета Александр и Евгений, представители команды «Такси». Это, видимо, объединенная команда, да, Белгородского университета «Кооперация экономики права» и «Ракетянского района», да, Валерий и Сергей. Так, вот у нас есть в студии небольшой рояль, это оценки. Богдан, забирайте, раздавайте. Вести КВН мне приходилось, ни разу еще не приходилось быть в роли судьи. Сейчас мы проведем конкурс, ну, классический биатлон, в принципе. Ребята заготовили по три шутки, они их выдадут через одного, а мы уже с Богданом и Павлом оценим их, ну, оценим весьма оптимистично, так скажем, пятеркой или четверкой вполне. А потом уже наши редакторы, наши редакторы, Павел, да, скажут, кто все-таки из команды держал верх. И таких раундов биатлонных у нас будет два в течение эфира. Так, ребят, вы готовы? Все, начнем с ракеты. Поехали. Тульские полицейские, внешне черствые, но внутри мягкие и сладкие. В очень бережливой семье в выпускной костюм пахнет дедушкой. Очень жадная девочка пошла выбрасывать мусор и вернулась домой с двумя пакетами. Ну, в принципе, для того, чтобы оценить, я думаю, нам достаточно... Ну, может быть, послушать сначала до второго, да. Мы сразу же должны... Кентауэр по имени Аня не понимает значения фразы «Баба с возу кобыли легче». Надежда очень часто поднималась по карьерной лестнице и все потому, что она работала на губкинском ГОКе. В Дагестане нет словно в красоты, потому что там все красавчики. Так, все, по три шутки команды выдали. Биатлон получается несколько неклассический, потому что мы оцениваем сразу же в Купе и вот в четыре или пять сейчас. Так, команда Ракета? Команда Ракета, да. Те, кто были первыми, да? Я буду первым. Вы будете сегодня Гусманом, да? Да. Тогда ладно. Гусман обычно последним поднимает, но если только что из вредности, да. Надо быть самым вредным. Так, команда Ракета получается четыре балла, ну и, соответственно, пять баллов у такси. По моему, так скажем, видению этого. Я вот такой вот редактор, я женский. Ну вот так вот, да. Так, вот я не всегда вредный. Команды пока выдохнули. У вас еще будет второй раунд. Расскажите, насколько длительно проходит подготовка к каждой игре и насколько это влияет на учебу? Потому что, ну, я помню, что в наше время, когда мы учились, КВНщики, это были систематические прогульщики в институте. Ну, я, скорее всего, расскажу про подготовку. Всегда по-разному. Так. Есть разные лиги, в каждой есть какие-то сложности. Нет такого четкого графика, что у нас две недели подготовку. Пишут и месяцами пишем, и два, и три. И вот было все лето, писали все лето, чтобы нам было потом попроще. А про то, что мешает ли в учебе, ответит Евгений. Евгений, как вам? Мешает КВН в учебе или помогает? Ну, вообще, на самом деле, тут важно, по большей части, планирование. Планирование своего времени. А так, да, мешает. Что лучше вычеркнуть? Еще бы или КВН? Ну, это тоже дело приоритетов. Каждому свое. Кому-то учиться, кому-то шутить. Ну, так как шутите вы неплохо, я не буду вас обвинять в плохой успеваемости. Просто не знаю, насколько вы хорошо учитесь в институте. Богдан, какие три главные качества КВНщика, по вашему мнению? А потом расскажет Павел, что по его, так скажем, ощущениям. Мне кажется, сейчас я бы не дал бы каких-то три главных. Я дал бы, наверное, одно. Это желание. Желание играть в эту игру. Потому что без этого самого главного качества, в принципе, ничего не может получиться. Человек не сможет ни научиться ни писать, ни как-то не прокачать себя в актерском мастерстве. В принципе, у него без желания он не сможет выиграть. Мне кажется, будет всего одно желание. Павел, а вы что думаете по этому вопросу? Помимо желания? Да, помимо желания. Не разносите сильно, нам они еще понадобятся сегодня. А, еще второй круг, вы смотрите. Помимо желания, я думаю, что нужно прям большое упорство. Большое упорство. Потому что, ну и трудолюбие. Самое главное, наверное, трудолюбие. Потому что нужно очень много работать для того, чтобы написать хороший, качественный юмор. Нужно стараться очень сильно. И к этому долго идешь. Это не сразу и пришло. На самом деле, многие зрители, все-таки, глядя на КВН, думают, что это вот так весело, здорово и классно. А, оказывается, нужно быть трудолюбимым. Вот, кстати, расскажите, как попасть в областной КВН. Представьте себе молодого человека, который утром вдруг проснулся и понял, вот он хочет, нужен КВНу и достойный играть в КВН. Что ему делать? Найти Богдана в ВКонтакте. Все просто. Все просто. Сейчас Богдан будет пиарить вашу страницу ВКонтакте. Да. Не, на самом деле, есть два способа. Если это студент, понятно, что, как мы говорили, что в вузах есть свои студенческие лиги и студсоветы, которые имеют непосредственно отношение к организации лиг в вузе. Они, понятно, сразу, когда 1 сентября, они начинают набирать первокурсников. Просто нужно увидеть это объявление у себя в вузе, либо прочитать где-то в ВКонтакте и прийти. Если мы говорим о школьной лиге, то там, в принципе, то же самое. То есть, когда мы начинаем заводить школьную лигу, то есть мы рассказываем о ней. И в школах тоже есть педагоги дополнительного образования, которые уже рассказывают, что вы хотите поиграть в КВН. И тогда уже все желающие откликаются, и из этого мы уже делаем команду. Я отдельно скажу про рабочие команды, с которыми я в КВН встречался. Их в последнее время стало поменьше, но они регулярно появлялись в нашей лиге. Если вы представитель рабочей молодежи или даже если не молодежи, то это просто можно в центре молодежных инициатив, как бы, найти работников, которые с радостью подхажут. Ну, в общем, если вы захотели, собирайте команду. И по факту эта команда будет еще проходить какой-то кастинг, или она уже может попасть прямо в игры лиги? Если у команды есть что-то стоящее, если мы увидим в команде желание, мы им поможем всеми силами, чтобы они продолжали дальше играть. Отлично. Так, ребят, у нас готов результат, вернее, результат готов уже давно, мне его только сейчас сказали, тоже долго редакторы держали интригу. Второй биатлон, а после первого у нас минимальный разрыв в счете 13 баллов у Ракеты и 14. У такси, давайте мы их пока поздравим предварительно, сейчас посмотрим, насколько такси смогут удержаться на этом своем результате, или сможет все-таки Ракета предпринять такой вот предфинишный спурт. У меня к вам просьба, только давайте между шуточками точки ставить более явные, чтобы наши зрители поняли этот момент. Сейчас мы начнем, наверное, все-таки с такси по логике вещей, раз Ракета начинала в прошлый раз. Давайте. У личного водителя-патриарха в трудовой книжке так и написано «Водитель от Бога». Из-за кривых пальцев глухонемой Андрей немного шепелявил. Мужик ограбил магазин протезов. Так быстро ноги еще никто не уносил. Вы не представляете, у меня там сейчас в аппаратной, как смеются редакторы, и вся наша группа, вы до этого не слышите. Ракета. В семье проводников дети платят за чай и постельное белье. Слесарь Николай только сейчас узнал, что по новым правилам русского языка он может и ложить, и класть на работу. У детей был нож, но не было фантазии, поэтому во дворе было семь Кутузовых. Многовато. Так, мои аплодисменты обеим командам, представителям обеих команд. Так, ну что, редакторы, судим. Такси начинали первыми. Ну, ладно. Да, вот так. Этот круг был хорош. Единогласно. Пять баллов. Единогласно. Так, и ракета. Ракета. По моему мнению, на шатили на четыре. Я буду честным и, может быть, даже строгим. А я подержу, Павла. Отлично. Так, считаем, что у нас получилось. Вот, и у нас такси получилось 15 баллов, подсказывают мне редакторы, и ракета 14 баллов. То есть такси мы поздравляем с победой. Подождите, с победой. Это только у нас второй тур, получается. 27 баллов у ракеты. И 29 баллов у команды такси. Вот теперь мы вас поздравляем с победой в нашем студийном, прямоэфирном. В биатлоне, я думаю, что точно так же вам повезет и на игре. Ребят, расскажите вообще, как в командах роли распределяются? Есть какие-то четкие амплуа игроков? Или вот по желанию можете исполнять те роли, которые вам больше приглянулись? Ну, знаете же, есть в команде определенные роли. Есть человек, который все время тупит. Есть обычно самый активный человек. Вот так и распространяется. Все распределяются роли, как вы сейчас сами сказали. Нет, ну, у каждой команды есть свое лицо, так скажем, свой стиль. И они уже от этого подстраиваются. То есть, если кто-то хорошо показывает дядю Толю, он хорошо показывает дядю Толю. Если Сережа хорошо отыгрывает девушек, он отыгрывает девушек. То есть, приклеенная роль девушки на всех выступлениях, да? Под него пошито отдельно платье. Не, мы не заморачивайся к визитам. У кого что получается. Кто хорошо поет, он всегда поет. То есть, все зависит от человека. Все понятно. Ну, мы, собственно говоря, собрали того заранее, потому что мы понимаем, что в Международный день КВН, естественно, 8-го числа, вы все будете заняты, все на выступлениях. Поэтому расскажите, что вы приготовили непосредственно на 8-ое число. 8-го ноября у нас в Центре Молодежных Инициатив состоится полуфинал областной Лиги КВН Белобал Смек. Феерия юмора. Феерия юмора, где как раз будут эти ребята приходить обязательно на эту игру. И мы еще решили сделать, так сказать, такой маленький-маленькую веселую игру. У нас есть в Центре Молодежных Инициатив проект такой, называется Короки Битва. И мы решили ее приурочить именно как раз к дню рождения КВН. Мы назвали Короки Битва, Голосящий Кевин. То есть это как раз будет для молодых юных КВНщиков, которые еще не играют. Они играют еще в КВН, именно в полуфинале в областной лиге. Они будут приходить и участвовать, можно сказать, в юмористическом таком больше проекте, чем просто в вокальном. То есть это ребята повеселятся, поразвлекаются. Очень классно после этого выиграют билеты, кстати, на игру на 8-ое число. И пойдут с хорошим настроением смотреть КВН. А во сколько это все будет происходить? Короки Битва у нас начинается в 16.00, а полуфинал Белоблсмеха в ЦМИ в 19.00. Итак, в 19.00, вот правильно как сказал Павел, феерия юмора и феерия смеха в ЦМИ 8-го числа в международный день КВН в 19.00. Приходите на полуфинал областной лиги Белоблсмех. Белоблсмех Павел, Богдан, ребята, спасибо большое. Мы поздравляем вас, я думаю, заранее с международным днем КВН вполне можно поздравить. Мы желаем вам, конечно же, как можно больше юмора, смеха и успеха в полуфинале. Спасибо, что вы сегодня были нашими гостями. Спасибо вам. Спасибо с наступающим праздником. Мы продолжаем такой день.